Всем йо-хо-хо! Как вы догадались, с вами Дмитрий. Это шестой новогодний выпуск IT News. Твиттер разрешил отправлять блогерам чаевые в виде биткоина. Твиттер сделал общедоступной функцию, позволяющую отправлять любимым блогерам сервиса чаевые, в том числе и в биткоины. Новая функция чаевые упрощает механизм поощрения ваших кумиров. С ее помощью вы сможете отблагодарить создателей видео, носить пожертвования, а также стимулировать блогеров для создания более качественного контента. Отправить чаевые можно тем пользователям, которые подключили данную функцию. На устройствах iOS и Android в профилях пользователей будет отображаться специальный значок «Деньги». Чаевые в виде денег и биткоинов отправляются за пределами Твиттера через сторонние платежные системы. Соцсет уточняет, что не будет получать проценты от перевода денежных средств. Наконец-то Microsoft таки исправила ошибку замедления диска в Windows. Windows 11 получила новое важное обновление, в котором больше нет проблем с замедлением жесткого диска и большим SSD. Ошибка в Windows 11, обнаруженная еще в августе 2021 года, значительно замедляла работу всей системы, влияя на скорость записи и чтения накопителя. Данная проблема особо неприятна, так как затрагивает почти все накопители, а также вызывает проблемы с производительностью приложений, установленных на системном диске. Кроме этого, Microsoft представляет поддержку Emoji версии 13.1, а также обновленный словарь Smilov. Специально для вас, дорогие подписчики, команда Hetman Software записала ролик о том, как увеличить производительность компьютера с Windows 11. Ссылочка в описании. Теперь автомобили Tesla позволяют играть в игры на переднем дисплее прямо во время движения. Оценить данное новшество может лишь передний пассажир Tesla. Перед запуском на дисплее появляется всплывающее предупреждение о разрешении играть исключительно тем, кто не сидит за рулем. Игра начинается, как только пользователь нажмет на кнопку, подтверждающую, что он является пассажиром. По задумке, игры предназначены только для пассажира, однако никакой защиты от водителя нет, даже во время движения. Также бортовой компьютер совместим с беспроводными геймпадами для наилучшего комфорта во время игры. Вспоминаю сразу поговорку. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, но бдительность не теряем. Отвлечение внимания во время вождения – основная причина множества смертей на дорогах. Берегите себя. В Японии разработали систему визуализации фехтования. Благодаря искусственному интеллекту и дополненной реальности зрители видят движения меча, которые невозможно отследить глазами. Система отслеживает движения и визуализирует их с помощью дополненной реальности. Человеческий глаз не способен делать это самостоятельно. Слишком велика скорость передвижения меча. Разработчики решили применить нейронный сетинг для обнаружения объектов с каскадным классификатором на основе YOLO V3 в сочетании со специальной аппаратурой и конфигурацией камер. 24 высокоскоростные камеры захватывают изображение по всему полю поединка. Из-за того, что снимать поединок надо очень детально, одна камера покрывает всего 8 метров. В итоге алгоритм удалось научить отслеживать положение наконечника меча. Google перестанет поддерживать роутеры OneHub с декабря 2022 года. Google объявила, что перестанет поддерживать роутеры OneHub после 19 декабря 2022 года. Для них полностью прекратится выпуск обновленных прошивок. Также устройства будут недоступны для управления через мобильные приложения и перестанут поддерживать функции умного дома. Google заявила, что не гарантирует работоспособность OneHub на должном уровне после окончания их поддержки и рекомендует всем пользователям OneHub сменить их на роутеры NextWiFi. Сейчас модно кидать камни в Google. На поддержку роутера длиной в 7 лет – это нетипично долго для современной индустрии. А в заключении 6 новогоднего выпуска скажу огромное спасибо всем, кто смотрит наши видео. Удачи и пусть все мечты исполнятся. До встречи в новом году. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.